По уже сложившейся традиции, в День местного самоуправления в школах проходят тематические уроки, на которых ребятам рассказывают о 131-м федеральном законе, об основных принципах его реализации. Как правило, на такие уроки приглашают почётных гостей, которые могут поделиться со школьниками своим опытом работы в органах власти. Урок, посвящённый Дню местного самоуправления в 18-й школе, прошёл в форме круглого стола. Почётными гостями мероприятия стали глава Славянского района Роман Синеговский заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко и директор школы, депутат городского совета Людмила Пышная. Одиннадцатиклассникам рассказали, для чего принимался 131-й федеральный закон, как разделились полномочия между органами местного самоуправления на региональном, муниципальном и поселенческом уровнях, как жители получили возможность участвовать в принятии многих решений, выходить со своими инициативами по улучшению жизни. Исторический опыт показывает нам, что правому государству и гражданскому обществу путь лежит через правильно организованное местное самоуправление. То есть это фундамент того здания, который мы можем себе представить. Глава Славянского района Роман Синеговский поделился своим опытом работы в органах власти, рассказал, какие полномочия возложены на муниципалитет. А их очень много. Это и социальная сфера, и экономика, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство. Цель всей этой огромной работы – сделать жизнь людей комфортнее. И 131-й федеральный закон – это тот инструмент, который способствует развитию территории при непосредственном участии самих жителей. В завершение урока ребята смогли задать руководителю муниципалитета интересующие их вопросы и получить на них честные, открытые ответы. Какие качества, на ваш взгляд, должны обладать только по районам? Честность, дисциплина определенная владеть своей, уважение к людям. То есть деловитость есть такое качество, вы знаете, да? То есть надо постоянно развивать, постоянно двинуться вперед. Наверное, это основные. Но прежде всего, я считаю, что все дороги порядочные. Основу основу. Как говорят, не я придумывал, говорят, будь честным, и многие проблемы решатся сами по себе. Ну и вперед, вперед и вперед. Встреча со школьниками переросла в открытый дружеский диалог, по завершению которого преподаватель предложила его участникам написать пожелания ко дню местного самоуправления и разместить их на школьной доске. Мирного неба и процветания родной Кубани. Имея такую активную и интересующуюся молодежь, можно с уверенностью сказать, что все написанные пожелания обязательно сбудутся. Будущее нашей страны в надежных руках подрастающего поколения. Продолжение следует...